Я объясню. Во-первых, у нас не так много денег, чтобы мы сейчас бездумно вбухивали средства в Крым, потому что мы прошли Олимпиаду, мужественно прошли, и наш бюджет немножко отощал кошелек, понятное дело, плюс эти санкции, плюс все, что творится в последнее время в экономике всех стран, собственно говоря, в совокупности. Поэтому я не думаю, что уж очень много мы денег будем туда вбухивать, хотя это неправильно бросать Крым на призвол судьбы, и, конечно, его надо отстраивать, потому что он в плачевном состоянии. В данном случае правительство делает все правильно. Мы всеми способами запускаем туда инвесторов. Туда пришли китайцы, которые будут строить заводы, в том числе и консервные заводы, и так далее, и так далее. То есть уже и там земля выделена, и так, насколько я знаю. Туда пришли итальянцы, туда пришли турки, туда придут французы, а они придут, потому что они хотят, насколько я понимаю, там виноградники, очень хороший климат. Вы были в Крыму, да, знаете, какой там потрясающий климат, и для виноградников это идеальное место. Туда придут европейцы, поверьте мне, потому что Европа банкрот, и все деньги, они как зарабатывали здесь, они так и будут зарабатывать здесь, туда придут арабы. Я думаю, что вообще, если бы Крым сделали свободной экономической зоной, то инвестиции хлынули бы со всех сторон. Там надо делать казино. Почему нет? Почему нет? Почему там не сделать второй Лас-Вегас? Ну почему нет? Если это востребовано, почему нет? И за счет казино мы очень много можем денег собрать ее в бюджет, потому что это огромные налогоотчисления. Почему нет? Я думаю, что так и будет, понимаете, потому что лишь только на туризм, на курортный какой-то туризм рассчитывать, все-таки там сезонность, она, ну, месяцев шесть, наверное, в году, да, а остальные шесть месяцев что делать? Поэтому туда надо запускать крупный мировой бизнес. Индусов, индусы поедут, и, я не знаю, там, да поедут, все поедут, поверьте мне, и в итоге половина Европы туда перебежит, потому что очень благодатная почва и такая невспаханная, да, и я не думаю, что уж мы очень много денег будем отвлекать, поверьте мне, я прямо это предчувствую.